В целях качественной и своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону Министерством регионального развития проводится постоянный мониторинг заходом ремонтных кампаний и заготовки топлива на теплоисточниках мощностью до 100 гигакалорий в час. В соответствии с планом Акиматом областей и городов Астаны и Алматы необходимо до 15 октября завершить подготовку всех объектов и обеспечить нормативным запасом топлива. В целом подготовка к отопительному сезону проводится в соответствии с утвержденными планами. Касательно подготовки котельных мощностью до 100 гигакалорий в час. По планам Акиматов предусмотрен ремонт 4058 котельных. По состоянию на 20 сентября подготовлено 4010 котельных или 98%. Подготовлено 3619 км тепловых сетей или 99%. Запланированный объем ремонтных работ по электрическим сетям до 0,4 кВт составляет 30743 км. Из них отремонтировано 30496 км или 99%. Подготовлено 3508 км сетей водоснабжения и водоотведения или 96%. По состоянию на 20 сентября текущего года подготовлено 9867 объектов образования или 99%. 6613 объектов здравоохранения или 98%. 36834 жилых домов или 96%. По 17 объектам здравоохранения незавершены подготовительные работы в Южно-Казахстанской области по 8 объектам. В Восточно-Казахстанской 5 объектов. В Магнагставской и в городе Астане по 2 объекта. Акиматам необходимо обратить внимание на готовность объектов образования и здравоохранения и совместно с Министерствами здравоохранения и образования обеспечить подготовку незавершенных объектов. По жилым домам не достигли 90% уровня подготовки многоквартирных жилых домов Восточно-Казахстанской 87%, Западно-Казахстанской 83%, Южно-Казахстанских областях 86%. Акиматам необходимо взять под контроль завершение подготовки жилых домов к отопительному сезону и подключение объектов к системе центрального теплоснабжения в соответствии с утвержденными графиками. Касательно подготовки объектов ЖКХ в моногородах. В целом запланированные работы в моногородах завершены, либо проводятся согласно графиков. По состоянию 20 сентября в моногородах подготовлено 254 котельных или 99%, 513 километров сетей теплоснабжения 98%, 1808 километров сетей электроснабжения 99% и 409 километров сетей водоснабжения и водоотведения, или 96%. Осталось завершить подготовительные работы по 504 жилым домам, а также по некоторым социальным объектам. В основном в моногородах наблюдается высокий износ инженерных сетей. При этом запланированные объемы ремонтных работ в основном сведены к текущему ремонту. Это порядка 90% текущий ремонт. Из 27 моногородов в 19 имеются теплоисточники свыше 100 гкал в час. В остальных функционируют районные котельные. Кроме того, Комитетом национальной безопасности была отмечена негативная ситуация, складывающая по городу Кульсары от Равской области в части подготовки к отопительному сезону. Были допущены нарушения при строительстве котельной, а также имеются проблемы с внутри домовой системой теплоснабжения. Для рассмотрения вопроса по городу Кульсары, по вашему поручению, Сергей Книгмедович, была создана рабочая группа из заинтересованных государственных органов и осуществлен выезд на место. В целом, выявленные замечания Акиматом устранены. Акимам областей необходимо обратить особое внимание на прохождение предстоящего отопительного сезона в моногородах и увеличить ремонтную кампанию в текущем году. Касательно запасов топлива. Потребность топлива на теплоисточниках мощностью до 100 гккалорий в час на предстоящий отопительный сезон составляет 2,6 млн тонн угля и 272 тыс. тонн мазута. Заготовлено 1,8 млн тонн угля или 70% и 77 тыс. тонн мазута или 29%. Министерством регионального развития рассмотрены заявки четырех регионов Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Казардинской и Жамбымской областей по закупу топлива на общую сумму 2,2 млрд тенге. По всем заявкам получены положительные заключения Министерства финансов. Подготовлено четыре проекта постановления правительства. По Акмолинской и Восточно-Казахстанской областям внесены в канцелярию премьер-министра. По двум областям проекты проходят на стадии согласования в государственных органах. На этой неделе они также будут внесены в канцелярию премьер-министра. По нашим данным, Восточно-Казахстанской области на сегодняшний день осложняется ситуация с оплатой за топливо с прошлого года со стороны КГП теплокоммунэнергии города Семи из-за несвоевременных платежей. Акимату Восточно-Казахстанской области необходимо принять действенные меры по решению проблемных вопросов по городу Семи. Семь акиматам необходимо взять на контроль своевременное обеспечение нормативных запасов топлива. Касательно дебиторской задолженности. На конец прошедшего отопительного сезона дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги составляла 6,6 миллиардов тенге. По состоянию на 20 сентября текущего года она составляет 5,8 миллиардов тенге. В результате произошло снижение на 675 миллиардов тенге или на 10%. Значительная работа по снижению дебиторской задолженности проведена в городе Астане 276 миллиардов тенге снижение. В Кастанайской области 171, в Южно-Казахстанской 8,6, Акмолинской 43, в Западно-Казахстанской 34 миллиардов тенге. В Фаладарской области дебиторская задолженность отсутствует. В остальных регионах снижение незначительное. Уважаемый Сергей Книгмедович, учитывая завершение подготовительных работ в регионах, хотелось бы отменить, что министерством будет осуществляться ежедневный мониторинг прохождения осенне-зимнего периода. В этой связи Акиматам необходимо на ежедневной основе предоставлять достоверную информацию о прохождении отопительного сезона 2013-2014 годов согласно утвержденным формам. Доклад закончу. Благодарю за внимание.